Здравствуйте, меня зовут Владимир, и сегодня на уроке мы рассмотрим такую политическую тему, она связана с историей 19-го и 20-го века, это политические идеологии. Возможно, вы знаете из уроков общества знания, что у нас традиционно есть три политических идеологии. Либерализм, это про свободу, консерватизм, оставим всё как есть, и социализм, боремся за права простых ребят, простых граждан, чтобы у всех были достойны условия жизни. Давайте посмотрим, как эти идеологии зарождались, как они развивались в 19-м веке. Каким быть общество? Очень долго философы спорили на эту тему. Что всё-таки лучше, революционный или реформистский путь развития? Быстро сразу, радикально или постепенно, по чуть-чуть? Философы искали ответы на эти проблемы, и постепенно у них складывались определённые наборы тем. Как должно между собой соотноситься, например, государство и фирма, если говорить про экономику. Если говорить про свободу совести, как должно соотноситься моё личное восприятие мира, моя вера, моя религия и официальная церковь. Как вообще быть с собственностью? Как быть с наёмными рабочими? Эти вопросы мучили философов и экономистов уже в 17-м веке. Тем более, в 18-м и в 19-м. Почти до конца 19-го века в Европе постоянно не было никаких проблем с бедностью. Не проводились никакие реформы, которые каким-то образом пытались бы сгладить социальные различия между богатыми и бедными. Нищие классы не имели своих представителей, парламентской борьбы не существовало. В 19-м веке в Западной Европе оформились основные идеологии, которые мы знаем как раз под названием либерализм, консерватизм и социализм. Давайте теперь посмотрим, какие варианты эти теории предлагали. Варианты общественного развития. Итак, разрешено всё, что не запрещено. Чем запрещено? Законом. А всё, что оно разрешено. Это главный тезис либерализма. То есть, в основе либерализма лежит, конечно, свобода, право на частную собственность, запрет на причинение другому существу живому боли и полная твоя личная автономия. При этом, разумеется, люди имеют право свободно выражать свои взгляды, право печати, политического высказывания и участия в государственных делах. А что же всё-таки дозволено человеку? Можно ли сказать, что ему дозволено абсолютно всё? Не совсем. Дозволено ему всё в рамках закона, но только для тех людей, которые являются нормальными, адекватными людьми, законопослушными налогоплательщиками. Это ещё было сформулировано знаменитой декларацией прав человека и гражданина во время победившей французской революции. Действительно, то, что свободный может быть только тот, принесёт ответственность за свои решения. То есть, образованный человек, у которого есть собственность, который может этой собственностью платить по своим обязательствам. Вот перед нами как раз начертанная на скрижалях закона аллегория французской конституции 1793 года. Что касается путь преобразования для либералов, разумеется, они боятся революций. Для них путь преобразования это постепенные реформы. Почему? Потому что если произойдёт мощная социальная какая-то коммунистическая революция, к власти придут анархисты и так далее, то собственность, скорее всего, у либералов будет отнята. А для них это священно. Поэтому, конечно, они против этого. Для того, чтобы всё работало хорошо, они, конечно, опираются на традиционную теорию разделения властей, которую создал знаменитый французский мыслитель Монтеския. В основе которой, как вы знаете, идея, что судебная, законодательно-исполнительная власть должна быть разделена строго друг от друга. Каждая представлена своими институтами. У них есть система сдержек и противовесов, чтобы ни судебная, ни законодательная, ни исполнительная власть никто, так сказать, не выпирал на первый план. Это как бы считается либералами, что это лучшая прививка от тоталитаризма, от тирании. Что касается законодательной области, то, разумеется, здесь должны быть созданы все законы, связанные с развитием экономики по рыночному принципу. То есть, традиционный механизм, который был изложен Адамом Смитом в его труде 18 века. И знакомый нам всем график спроса и предложения. То есть, спрос, то, что я хочу купить, свободно, никто на меня не давит. Предложение, то, что мне хотят продать, тоже никто на него не давит. То есть, люди просто встречаются на рынке, это реально как marketplace, где просто люди торгуют и доходят где-то до точки равновесия. Максимальная цена, по которой я хочу купить, минимальная цена, по которой ты хочешь мне продать. Вот, собственно говоря, полная свобода, нет монополии, государство в лучшем случае собирает небольшие налоги. Вот такая классическая модель рыночной экономики лежит в основе учения либералов. В последний третий 19 века возникает новый либерализм. Дело в том, что постепенно концепция государства ночного сторожа, то есть государства, которое вообще никак не вмешивается в жизнь общества, она постепенно становится все менее популярной. Дело в том, что неимущие классы, рабочие, трудящиеся и крестьяне заявляют о своих правах. И для того, чтобы каким-то образом компенсировать возможные революционные взрывы и народные недовольства, новые либералы вынуждены пойти на некоторые уступки. То есть теперь в начале 20 века новые либералы уже отстаивают определенные гражданские не только права, но и обязательства государства перед человеком. То есть пенсионное страхование, право на жилье, на медицинское обеспечение, на образование и тому подобное. То есть должна быть какая-то обязательно трудовая пенсия, четкое прописанное законодательство отношений трудовых между рабочими и фабрикантами, продолжительность рабочего дня и прочее. То есть понятно, что либералы пошли на определенную встречу, пошли на попятную в каком-то смысле и попали немножко в лапы социалистов. В 19 веке либерализм стал идеологией даже целых политических партий. В частности вот английские Виги, вот у них есть Тори и Виги, тоже как бы консерваторы и либералы. Вильям Гладстоун, который даже получил прозвище всенародного папы Вильяма за то, что действительно проводил реформы, пользующиеся большой популярностью у народа. Реформа местного муниципального управления, школьная реформа, реформа, которая предоставила право выбора в Палату общин большему числу англичан и англичанок, избирательная реформа. Это как бы вот такой был новый облик английского либерализма с более широким народным представительством. Это как раз Вильям Гладстоун перед вами. Теперь поговорим про консерватизм. Понятно, что консерватизм от латинского «консерво» сохранять, обеспечивать устойчивость чего бы то ни было. Все бабушки делают консервы, зимние заготовки. Вот как раз эта идея консерватизма, чтобы наши овощи сохранились такими, какими они являются. Понятно, что это немножко другая идея, чем либерализм. Потому что здесь нужно сохранить в первую очередь ценности, религиозные ценности, ценности монархии, культуры, семьи, армии. В зависимости от того, какое общество перед нами, у него будут разные ценности. Но вот главное их сохранять. Это не значит, что идее консерватизма противоположна идее прогресса. Но идее консерватизма противоположна идее резких скачков. Вот это точно. В отличие от либералов, консерваторы, конечно, в первую очередь признают право государства вмешиваться в частную жизнь человека. Они также считают, что можно вмешиваться в экономику. То есть государство имеет право регулировать экономику. Но, разумеется, без покушения на священное право частной собственности. Если говорить про наиболее крупные модели консервативной экономики, то это выразилось в начале 20 века в виде таких империалистических государственных капитализмов, которые были свойственны и Германии, и Австро-Венгрии, и России, и Японии, и другим странам. Которые потом все впряглись в огромную Первую мировую войну. Консерваторы не верят в возможность социального равенства всех людей. То есть это такой базовый исходный пункт. В принципе, и для либералов, и для социалистов. С точки зрения консерваторов такого быть не может. У людей могут быть равные шансы. Но у людей изначально разное социальное положение и разный доступ к благам. Безусловно, консерваторы в той или иной степени считают, что необходимо сохранять существующую социальную конструкцию. В данном случае на слайде представлены средневековые сословия. Конечно, в XIX веке такого уже не было. Но, тем не менее, определенные имущие классы, не менее имущие классы существуют всегда. С точки зрения консерватизма это нормально, это нужно сохранять. Это как раз предостерегает нас от революции и потрясений. Популярность неолиберализма и такое заигрывание с социализмом на самом деле встревожило консерваторов. Им пришлось согласиться, что общество должно стать более демократичным. Наиболее известные консерваторы XIX века, такие как представители консервативной партии Великобритании Бенджамин Дизраэли и знаменитый Оттофон Бисмарк, канцлер Германии. Они как раз стали наиболее популярны среди народа, благодаря тому, что совмещали традиционные английские и немецкие ценности с все-таки попыткой каким-то образом вернуть достоинство и рабочим, и крестьянам, то есть пойти навстречу широким народным массам. Вот перед нами Бенджамин Дизраэли и в своем знаменитом прусском шлеме железный канцлер Оттофон Бисмарк. Последняя идеология – социализм. Почему вообще появились социалистические учения? Наряду с либерализмом и консерватизмом стали постепенно появляться социалистические идеи. О чем? О необходимости отмены частной собственности и идеи уравнительного коммунизма. По сути, идеи уравнительного коммунизма и отмены частной собственности еще появляются очень-очень давно и зачастую присущи многим мыслителям религиозного протестантского типа. То есть, если покопаться в различных протестантских сектах европейских, причем начиная с очень глубокой древности, с 15-го и 14-го века, там всегда найдутся какие-то проповедники того, что нужно жить в общине, отменить деньги, отменить собственность и вот брат-брату друг другу помогать. То есть, в принципе, в этом принципиально ничего нового не было. В начале 19-го века появляются учения Роберта Оуэна, англичанина, Сен-Симона и Фурье. Это два француза. Они обеспокоены судьбой ремесленников и рабочих на каменоломнях, которые трудятся в тяжелом труде. Вот перед нами как раз работники мануфактуры. Значит, соответственно, все эти английские и французские мыслители, сами при этом являющиеся богатыми крупными дворянами, наследниками больших состояний, они вот искренне христианским сердцем озаботились судьбой рабочих, которым тяжело. Эти социалистические идеи, они были утопические по своей форме. То есть, утопия, то, что никогда не реализуется, то, что невозможно. Может, это и хорошо, но нет шансов, чтобы это действительно осуществилось на данной планете. Тем не менее, эти идеи, разумеется, находили поддержку у разных классов общества. В первую очередь, у тех, кто потерял работу и не мог прокормить свою семью. Например, посмотрим на графа Анри Сан-Симона. Мыслитель предлагал создать такую специальную промышленную систему, которая называется общество индустриалов. Он считал, что все делится на людей, у которых есть собственность. Это богатые рантье, какие-то чиновники и индустриалы. Причем интересно, потому что индустриалам он относил не только крестьян и рабочих. Туда он также относил и бизнесменов, то есть предпринимателей, и купцов, и художников. И вот с его точки зрения нужно создать такое общество, где эти люди, индустриалы и как бы не индустриалы, собственники, будут все жить вместе по одним таким хорошим законам. То, что основные вот эти классы должны прийти в такую гармонию. Вот перед нами знаменитый профиль Анри Сан-Симона. С его точки зрения доходы собственников являются по сути паразитарными. То есть собственность сама по себе это как бы грех. А доходы индустриалов наоборот. Это праведные такие трудовые доходы. Но при этом Сан-Симон не выступает против частной собственности. Это более поздний путь развития социализма, коммунизма и анархизма. Он всего лишь выступает против злоупотреблений собственностью. И считает, что просто нужно установить не какой-то контроль над собственностью со стороны общества. Если говорить о его последователе Шарле Фурье, то у него был очень интересный проект. Он считает, что главная в человеке трудовая деятельность. Такая марксистская идея. И надо создать такую фалангу, такой большой рабочий дом, где будет совмещено промышленное и сельскохозяйственное производство. Вот перед нами как раз Шарль Фурье. Вот как он представлял себе в его мечтах проект набросок его знаменитой фаланги, где одновременно работали бы и промышленные цеха, где были бы нивы, виноградники, люди давили бы ногами масло, и все бы жили вместе. И постепенно хищнические, эгоистические, буржуазные инстинкты как бы испарились. Люди, которые привыкли зарабатывать себе на хлеб, скажем так, нанимая других людей, постепенно стали бы более праведными, постепенно стали бы настоящими рабочими. А вот как это произошло на самом деле. Это действительно попытка построить фалангу где-то в северо-восточной Америке. Может это штат Массачусетс, может Коннектикут. И действительно некоторые утопические идеи люди пытались на практике организовать. Но разумеется, из этого ничего не получилось. С точки зрения Фурье, значит, в фалангах не будет наемного труда. И не будет никакой заработной платы. Вот можете посмотреть. Все доходы распределяются в соответствии с величиной вложенного труда и таланта. Там будет сохраняться имущественное неравенство. Однако, как бы сама трудовая обстановка постепенно превратит капиталистов в труженика. А подневольный труд станет свободным. Понятно, что это такие розовые мечты, которым было не суждено сбыться. Знаменитый Роберт Оуэн пошел дальше других и действительно вложил большие-большие деньги. Сначала создав на севере Шотландии мануфактуру. Он женился на дочери богатого фабриканта. И действительно многие люди восхищались этой мануфактурой. Потому что там было создано для рабочих все. Типа детские сады, парикмахерские. То есть ни в чем рабочие не нуждались. Он все это сделан из собственной деньги. В чем интересно, что даже Николай I, российский император, как-то разок посетив Шотландию и увидев эту удивительную мануфактуру, сказал Роберту Оуэну, переезжайте к нам в Россию. У нас мало народу. Можете взять, например, 2 миллиона безработных англичан и шотландцев, приезжайте к нам в Россию. Интересно, что Роберт Оуэн все-таки решил остаться у себя дома. Значит, утописты в своем стремлении сделать всех счастливыми искренне считали возможным полностью регламентировать личную частную жизнь человека. Вот это, конечно, то, с чем современность не может согласиться. Все-таки мы привыкли к тому, что каждый живет своей собственной жизнью и не надо лезть в нее. Вот перед нами Роберт Оуэн. Вот это то, как он видел новую гармонию. Это так вот называлось его планируемое поселение в США. А вот, собственно говоря, то, что на месте этого поселения до сих пор могут увидеть интересующиеся туристы. Вот в таких вот живописных бараках действительно какое-то время проживали жители этой новой гармонии, пытаясь на практике воплотить идеи Роберта Оуэна. Мыслители, да, у них были какие-то ученики, последователи. Да, они пытались реализовать на практике идеал уравнительного коммунизма, но из этого ничего не получилось. Чрезвычайно известное, конечно, это социалистическое направление, которое приобрело форму коммунистической идеологии у немецких, можно сказать, экономистов и журналистов Маркса и Энгельса. Значит, теория, которая называется марксизм. Идея следующая, что с течением времени постепенно богатые будут все богаче и богаче, а рабочие будут все беднее и беднее. Вот, это приведет к обострению классовой борьбы, это главная идея Маркса, что общество все различается, да, есть эксплуатируемые классы, которые внизу, и классовые эксплуататоры наверху. И в результате напряжения классовой борьбы произойдет революция, и подлинный настоящий революционный класс пролетариат наконец заполучит то, что он заслужил, а именно получит в свои руки заводы и станки. Потому что именно сам пролетариат создает добавочную стоимость, то есть стоимость готового товара создает труд. Труд принадлежит рабочему, значит и станок тоже должен принадлежать рабочему. Вот такая вот хорошо звучащая, звеняющая идея и была записана этими двумя мужчинами. Вот на первом плане, как раз в профиле это Энгельс и в фаз знаменитый бородатый Маркс. Вот, а вот перед нами одни из первых как раз иллюстраций, показывающие единство рабочего класса, они вместе сливаются в один кулак, готовые ударить по эксплуататорам по буржуазии. Значит, в высокоразвитых странах победит социалистическая революция с точки зрения Маркса. В результате которой установится диктатура пролетариата, вот, и вместо частной собственности придет собственность коллективная. Вот. Буржуазия будет, естественно, разгромлена или подавлена. Вот. В новом общине человек получит возможность для всестороннего гармоничного развития. Технологический прогресс будет настолько велик, что будет производиться любое количество продуктов. И, в принципе, по большому счету работать будет уже не так уж и обязательно. Каждый получит то, что соответствует ее потребностям. И в зависимости от вложенного его собственного труда. То есть, как бы, предполагается такое суперизобилие товаров. Вот, разумеется, это будет сопровождаться уничтожением классов и, в принципе, уничтожением государства. Поэтому, в каком-то смысле, коммунистический рай Маркса смыкается с идеологией анархизма. Марксистское учение в итоге вылилось в создание программных документов. Сначала это был союз коммунистов с 47-го года. И потом знаменитый манифест коммунистической партии, да, который начинается словами «Бродит призрак по Европе, призрак коммунизма». И где вот знаменитый, да, этот уже лозунг «Пролетарий всех стран, соединяйтесь». Перед вами как раз вот первое издание коммунистического манифеста Маркса и Энгельса. При участии Маркса и Энгельса был создан первый интернационал. То есть, как бы, собрание всех легальных, нелегальных, социалистических, коммунистических партий мира. После этого будет еще второй и третий интернационал. Главная задача, конечно, сплотить силы пролетариата, да, направить их в русло мировой революции. Вот перед вами как раз члены первого интернационала. Среди которых были какие-то и российские сторонники учения социализма. Постепенно уже в рамках второго интернационала, ближе к концу 19 века, появляется Эдуард Бернштейн, который пересмотрел учения Маркса. И поэтому ортодоксальные марксисты заклеймили его как ревизиониста, то есть человека, который предал учения Маркса. С точки зрения Бернштейна, Маркс немножко поспешил. Социалистическая революция вовсе не является единственным методом переустройства мира. На самом деле, говорит Бернштейн, акционерная форма собственности не уменьшает, а увеличивает число собственников. Наряду с монополиями сохраняются средние и мелкие предприятия. То есть Бернштейн не просто как Маркс пытался создать какую-то теорию, похожую на правду, а он реально анализировал текущие события. Вот перед нами Бернштейн. И что же он нам говорит? Классовые структуры усложняются, появляется средний класс. Средние слои населения, служащие интеллигенции. То, что нам сегодня так знакомо. Сегодня уже не существует пролетариата в смысле Карла Маркса. Если говорить с точки зрения Карла Маркса, то пролетариат это те люди, которые не владеют орудиями труда. Вот так получается, что каждый сегодняшний программист, сисадмин и сколь угодно талантливый менеджер тоже является пролетариатом. Потому что работает за компьютером, который ему не принадлежит, который принадлежит компании. И вот он работает по трудовому договору. Ну понятно, что между пролетарием Карла Маркса и пролетарием вот таким вот сисадмином просто бездна какая-то. Вот Бернштейн был первым человеком, который вот это заметил. Бернштейн сказал, что на самом деле постепенно все будет, грубо говоря, хорошо. Путем расширения избирательных прав, путем парламентской борьбы, путем постепенных планомерных реформ, рабочий класс из вот этого загнанного и несчастного действительно станет нормально живущим большинством населения. Что и произошло, например, сегодня уже давным-давно в таких странах, как Дания, Швеция и Норвегия, где воплотились вот эти идеалы скандинавского социализма. Вот. Итак, переустройство общества может быть достигнуто путем экономических реформ. Например, расширение избирательных прав, говорит нам Бернштейн. Вот перед нами как раз несколько более ранние события. Чартистское движение в Ангеле, где действительно впервые большинство, да, английских граждан получили право участвовать в избрании депутатов Палаты общин. Ну и закончим наиболее радикальным левым течением – это анархизм. Понятно, что он происходит от слова «власть», вот, «архос» и отрицательные частички. Значит, с точки зрения анархизма любая власть плоха. Там любая коммунистическая, социалистическая, консервативная, либеральная, любая. Таталитарная, демократическая – это всё ужасно. Анархия, республика – это всё ужасно. Любая власть – это способ устроить, да, себе хорошую жизнь за счёт того, что ты подвергаешь насилию другую часть общества. Любая. Вот поэтому государство должно быть разрушено в принципе. Это, конечно, роднит всех анархистов, хотя внутри там вот были самые разные левые и правые течения. То есть можно говорить и об анархокоммунизме, и об анархофашизме. В своё время, в начале 20 века было движение анархосиндикализма, был анархоиндивидуализм и так далее. В любом случае, да, характерно с их точки зрения, что государство нужно отменить, вот, а также это вера в то, что на самом деле в основе людей лежит такая хорошая и добрая природа, вот, и на самом деле человек от своей природы является добрым существом. Наиболее известный анархист и француз и два русских – Прудон, Бакунин и Кропоткин. Это как раз перед нами Кропоткин, который дожил до 20 века. Это Жозеф Прудон, который впервые провозгласил, что собственность – это преступление. И Михаил Бакунин с очень интересной судьбой, дважды ссыльный, бежал из Сибири через Японию в США, участвовал в различных коммунистических движениях в Германии. Самый главный критик как раз марксизма и Карла Маркса, очень интересный писатель и мыслитель. Вот такой анархизм. Закончить хотелось бы символом анархизма, перечеркнутая буква «А». Вот такой вот спектр идеологий мы с вами сегодня рассмотрели. На этом хотелось бы попрощаться. До новых встреч!